В связи с пандемией в России и в Магаданской области государства активно призывают людей прививаться вакциной против коронавируса. Как правило, это спутник ВИИ. Насколько известно, темпы вакцинации невысоки. Люди переживают из-за возможных осложнений. Работающим гражданам, помимо принятия решения о вакцинации, необходимо еще и отпроситься у работодателя, что тоже может составлять отдельную проблему. Журналист вечернего Магадана получил задание проверить на себе процедуру вакцинации. Сказано – сделано. И вот, что из этого вышло. Безусловно, это очень необходимая мера для борьбы с пандемией. И я решил тоже сделать эту прививку, для чего вчера на госуслугах я записался. Портал госуслуг предложил выбрать время. На сегодняшний день было доступно достаточно много слотов времени с утра. Однако у кабинета 112 в поликлинике находилось достаточно большое скопление людей – свыше 15 человек. Очередь утверждала, что никакой записи по времени здесь нет. Все в порядке живой очереди. Поскольку ожидание заняло бы, по скромной оценке, больше часа рабочего времени, журналист поинтересовался вопросом вакцинации по времени, зарезервированном на госуслугах непосредственно у медперсонала в кабинете 112. Ответ удивил. Мы госуслугам не подчиняемся. Нам ваше время с госуслуг вообще никак не доходит. Пожалуйста, в общую очередь, и не надо нас отвлекать. Хождение по кабинетам поликлиники в целом для нашего журналиста завершилось успешно. Оказывается, на втором этаже есть еще один секретный кабинет 214, в котором также могут принять желающих вакцинироваться и направить на укол. Но из всей этой истории реальной вакцинации в Магаданской поликлинике рождается закономерный вопрос. Но как журналист я тоже хочу теперь обратиться в региональный Минздрав с вопросом, как это так получается, что госуслуги никак не взаимодействуют с нашим медицинским учреждением в вопросе вакцинации.